Большие красивые буквочки и жители, конечно, очень сильно возмущены этим фактом. Эта река называется Пидбирна. Вот я и прошел на облагороженную территорию. Неужели тут такая жаркая местность? Какие крутые лестницы. А что, надо платить за парковку? Я ж купил себе машину. Всем привет! Меня зовут Сергей Нагорный. И я продолжаю искать жилье в Киеве. Сегодня я на левом берегу. Давненько не был в этом районе. Это Дарницкий район. И приехал я посмотреть на ЖК под названием Ривьера. Вот они, большие красивые буквочки красуются на крыше данного комплекса. Будем вместе с вами разбираться. Приехал я сюда на метро, конечно же. Здесь станция метро Славутич. Буквально паре шагов. И прямо от платформы я уже до домов дошел за 3,5 минуты. Погодка сегодня, конечно, так себе. Неужели зима наступает? Так что прошу прощения за шум ветра, который вы сейчас, наверное, будете слушать. С другой стороны от метро Славутич строятся большие такие комплексы Заречный и Славутич со Славутичем 2. Вы спросите, а почему же Ривьера такой малоэтажный? Всего-то каких-то 10 этажей. Там он нормально, пацаны, по 26 или по 30 этажей уже строят. Но дело в том, что изначально здесь, когда начиналось строительство, обещали построить 5 этажей. Но потом как-то очень быстро и незаметно дома выросли до 10. Кстати, сейчас посчитаю. Ага, на самом деле даже не 10, а 11 этажей. 10 это не считая первый коммерческий этаж. Строит его компания Status Group, которая ранее называлась Березняки Житлабут. Конкретно с ней я еще не сталкивался ни разу, хотя у них несколько объектов есть в Киеве, о которых многие знают. Компания Status Group основана в 2005 году и с 2010 года уже сдано 3 дома. На данный момент 4 дома в процессе строительства. Начиналось все с клубного дома Золотой Лев и ЖК Статус Град. Ну и на данный момент компания строит ЖК Ривьера, ЖК Олимпик Парк и ЖК Падил Плаза Энд Резиденс. Между выходом из метро и комплексом находятся вот такие импровизированные парковки. Кстати, срач здесь такой, что видимо территория ничейная, зачем ее убирать. Вот здесь платная парковка и всякие киоски, магазинчики. И вот такой кратчайший путь к комплексу, по которому вдоль забора идут туда люди. Забор ограждает какую-то частную территорию с полуразрушенным домиком. Что обещал застройщик? Детский сад на 210 детей, детское кафе, игровые комнаты для детей, стоянка под охраной. И еще читал, что будет двор без машин. Вот посмотрите, выход к озеру нарисован, такие пирсы с катерами. Всего здесь строят три дома, хотя изначально они планировали построить два, но это отдельная история. Про третий дом я еще чуть-чуть расскажу. Вот первый дом, не знаю сколько здесь, пять секций судя по всему. Пристройка, детский сад, парковка снаружи и внутри как бы закрытая территория. Вот машин, вот лодочки здесь можно ставить, озеленение на крышах, это можно увидеть на красивых рендерах данного комплекса. Вот тут где-то второй дом, я так понимаю, вот это. И здесь еще втиснули третий дом. Фонтан, я читал, что фонтан установили в этом озере. Ну и двор тут даже изображен на картинке. Даже на своей же рекламе видно, что вот машины паркуются во дворе. Напротив дома есть еще одна стоянка, я так понимаю, ее организовал застройщик. Она платная и по информации из интернета стоит 1000 гривен в месяц. Также с внешней стороны домов есть парковка, машины прямо под окнами стоят. И вот детский сад, из которого доносится детский визг, чтобы вы понимали, что такое детский сад у вас во дворе. Ну и вот тот самый третий дом. Вот видите, изначально построили первый дом, вот то второй. И уже в последнюю очередь сказали, хотя изначально обещали здесь сделать зеленый сквер, сказали, а мы построим еще один дом. И жители, конечно, очень сильно возмущены этим фактом. Дома здесь строятся по монолитной каркасной технологии. Правда, первый дом был построен по кирпичной технологии, стены из кирпича, но внешние заполняли газоблоком. Сейчас же второй и третий дом строят по монолитной каркасной технологии и заполняют все тем же газоблоком. Утепляют эти дома минеральной ватой, ну и затем, как видите, штукатурка и покраска в таких белых-голубых цветах. Не знаю, что здесь, но, судя по всему, какая-то трансформаторная подстанция, прямо встроенная в дом. Ну и газовая труба. А это так называемый двор без машин. Может, конечно, второму дому и не обещали двор без машин, но посмотрим, как дела в первом. Но вот здесь вот такая придомовая территория. Буквально малюсенький газончик между асфальтом и машины запаркованы везде. О, я вижу там детскую площадку. Дом здесь десятиэтажный. Вы можете спросить, почему именно Ривьера? Вы посмотрите на эти пейзажи. Неужели вам не напоминает какое-нибудь Монако? Автомобильный хаос, АТБ под домом. Ну и вот, собственно, сама Ривьера. Это четвертая секция второго дома. Она вот такая семиэтажная, по-моему, и нависает над дорогой. С этой стороны окна выходят на черный выход АТБ. Там же какие-то вот эти кондиционеры стоят. В общем, очень классно. Расстояние буквально от три метра. А вот вам и Ривьера. Эта река называется Пидбирна. Ее застройщик немножко подзасыпал. Сделал здесь набережную, видите. Зацементировал. И будет тут прогулочная зона. Там какая-то будет придомовая территория. Видимо, красивая. Ну, в общем, территория возле комплекса еще остается достаточно большая. Посмотрим, как она будет обустроена. И вот такой водоем. Это, конечно, как и плюс, так и большой минус. Так как территория, на которой строится комплекс, была затапливаемая постоянно. Поэтому здесь делают такие укрепления. И сами дома находятся достаточно высоко от земли. Здесь мы не можем ждать вход с уровня земли в подъезд. Я вам сейчас покажу, как выглядят парадные. Но вообще работы ведутся. Укладывают тротуарную плитку на набережной. Краны вон крутятся. Монолит льют. Жители активно утыкивают кондиционерами свой новенький фасад. Трубки с конденсатом тоже выводятся просто так. И капают на вот эти припаркованные здесь машины. А вот на таком уровне, чтобы вы понимали, находится первый этаж. Есть здесь еще и цокольные этажи. Вот интересно, не будут ли они затапливаться. А еще мне тут рассказал один местный житель, что вот этот второй дом вывозит мусор. У них есть договор, видите, с Володаром Рос. А первый дом имеет ОСББ. И у них нет договора. И мусор они сваливали просто вот за этим забором. Видите, подъехал трактор. И сейчас по многочисленным жалобам эту стихийную свалку начинают куда-то вывозить. Кстати говоря, насколько я понял, все дома этого комплекса запитаны по временной схеме от стройки. Видите, вот эти все провода. То есть даже дом первой очереди, который издан в эксплуатацию в 2017 году, платят по коммерческим тарифам. Там два с чем-то за киловатт. В первом доме тоже первый этаж, коммерческие помещения. Есть вот такое небольшое озеленение. Впритык к дому высажены деревья. Небольшой тротуарчик. И дорога запаркованная. Вот я и прошел на облагороженную территорию в первой очереди. Тот самый двор без машин. Со своим озером, рекой. Вот эти пирсы, причалы, которые действительно изображены были на картинке. Правда, возле них яхты почему-то не паркуются. Выложена все тротуарная плиточка. Есть на столбах вот такие клумбочки. И вот это территория детского сада. Площадка детского сада. Она закрыта от всех остальных посетителей забором металлическим. Но есть и бесплатная детская площадка. Фасад как-то, ну прям сильно залеплен кондиционерами. Я уже давно не видел такого количества. Неужели тут такая жаркая местность? Кстати, если вам холодно смотреть на меня, и вы не хотели бы в такую погоду ехать и гулять вокруг комплекса, то на сайте LUN на страницах некоторых комплексов есть вот такая опция Street View. Прогуляться по ЖК. Где вы можете посмотреть дом комплекса, даже не выходя из дому в прекрасную летнюю погоду. Сделана эта функция на основе Google Street View. Однозначно плюсом являются виды из окон этого дома. У вас под окнами прям речка, пирсы, и на другой стороне прям замки. Такие большие частные дома красивые. Тут спорить, как говорится, не о чем. Такие виды хотели бы иметь многие жители разных комплексов. В общем, набережная здесь есть, а вот двора без машин как-то, ну, не получилось совершенно. Есть детская площадка на прорезиненном покрытии, песочница, горка, какие-то домики, но все это, как видите, безжизненно, детей здесь нет. Есть здесь и лавочки, на которых можно посидеть и полюбоваться водоемом, что тоже очень даже неплохо. Ну и вся эта красота строится прямо возле проспекта Бажана. Шумного, активного, там же и проходит линия метро. Читал я в интернете, что говорят, метро очень сильно слышно, но, честно говоря, я его не слышу за шумом автомобилей. Что с одной стороны, что с другой. Люблю такое, когда ты царских кровей, но живешь на позняках. Красивые, кованые такие, быльцы французского балкона установили. Озеленение возле первого дома, высажены какие-то кусты роз. И посмотрите, какие крутые лестницы в подъезды. Я уже молчу про пандусы. Они просто очень-очень резкие, под очень крутым углом. И непонятно, как им вообще можно пользоваться. Между прочим, вот этот дом, который сейчас строят между первым и вторым, на самом деле и не дом, а бизнес-центр Кристалл. В нем, я так понимаю, будет фитнес-клуб, салон красоты, супермаркет, летнее кафе. Также обещают сделать сквер. Это, по-моему, уже старое обещание. Сквер здесь уже не получится. Вот и детская площадка возле второго дома. Над ней, кстати, крутится стрела крана. Это вообще законно, как вы думаете? Площадка здесь такая, минимальная, тоже на прорезиненном покрытии. Не знаю, где именно здесь обещают сделать еще начальную школу. Мини-стадион. Троменад очень красиво нарисовали на картинке. И вот такие вот парковые аллеи здесь тоже обещают. А еще мне очень нравятся вот эти пандусы. Обратите внимание на угол подъема. Вообще, раньше я всерьез приглядывался к этому комплексу. Ну, реально, интересный ЖК. Прямо возле метро. Низкоэтажная застройка, ну, как относительно для Киева. Рядом водоем, частный сектор. Но вот так вот погуляешь здесь вокруг и понимаешь, что проблему комплекса хоть отбавляй. Ах, да, кстати, встретил я одного жителя комплекса. Пора спрашивал я у него. Он сказал, что они купили квартиру у владельцев. То есть, те владельцы увидели, что во дворе строят третий дом, вот этот бизнес-центр. И решил продать квартиру. Ну, а этого парня этот дом не смущает. Так как окна, говорит, будут не совсем на двор. То есть, какой-то свет в квартиру проникать будет. В общем, сказал мне, что газ у них не подключили. Вообще, история с газом здесь интересная. Электричество здесь поставляет застройщик через свою стройку. Вода, я не знаю, как здесь вообще подключена. А газ, подключение через Борисполь. То есть, это как облгаз подключает. И люди очень-очень долго какой-то квест проходят, чтобы подключить этот газ. Ну, в общем, этот парень, которого я встретил, сказал, что ему газ не подключили. Так как он в квартире сделал перепланировку. Ну, ему сказали, ладно, все, теперь гуляй. А он говорит, а мне, в общем-то, не очень-то и хотелось. Я себе поставлю электрокотел. Ну, правда, для этого ему не хватает мощности, так как на каждую квартиру выделяют 6 кВт. И увеличить эту мощность никак нельзя. Так что я не знаю, честно говоря, чем он отапливает сейчас свое помещение. Насколько я понял, то его в этом комплексе в первую очередь заинтересовала цена. То есть, он как-то очень выгодно приобрел квартиру. Что ж, посмотрим, какое будущее у этого комплекса. Но пока что, гуляя здесь вокруг домов, ну, вот более-менее нормальная атмосфера там во дворе первого дома. Она так частично закрыта. То есть, везде шлагбаумы стоят. Есть охранники в будках. Но я спокойненько прошел. Вроде бы как не возбраняется заходить на территорию. Так вот, там еще куда не шло, несмотря на то, что двор все-таки запаркован. А вот с других сторон комплекса, конечно, печаль и тоска. На форумах можно прочитать огромное количество нелестных комментариев от жителей данного комплекса. Их реально много. Вот, например, жизнь в этом комплексе превращается в ад. Сначала задержка сроков сдачи больше, чем на год. Дом из шестиэтажного вдруг стал десятиэтажным. Потом цирк с оформлением. Застройщик угрожал отобрать квартиру, если мы откажемся оформлять не у его нотариуса. Сдача дома без газа и трудности. У всех с его подключением. Вместо обещанного парка строится новый дом. Причем в потрясающей близости к уже построенным. Сейчас вот застройщик не пускает жителей заезжать во двор. При этом квартира продавалась со стоянкой во дворе. А сейчас полдвора занимает площадка детского садика, закрытая на замок от детей дома. Застройщик построил платную парковку и пытается всех на нее загнать. Вот такая история. Правда я не заметил, чтобы застройщик не пускал машины во двор, так как там все запарковано. И с внешней стороны, и с внутренней стороны. Ну и да, на платной парковке, конечно, больше всего мест. А что, надо платить за парковку? Я же купил себе машину, и мне теперь все должны все бесплатно. Для того, чтобы добраться от ЖК Ривьера до центра города на своем автомобиле, в час пик вам понадобится от 40 минут до 1 часа и 15 минут. Сначала нужно проехать к станции метро Сокорки, там развернуться и сразу же еще не развернувшись, встать в пробку на проспекте Бажана. Ну и как видите, пробка достаточно плотная, аж до самого правого берега. Далее вас ждет пробка на Наднепровском шоссе и еще пробка на подъезде к Майдану Незалежности. Можно, конечно, воспользоваться общественным транспортом, тогда на метро ваша дорога займет не более 48 минут. Это с учетом пешей прогулки от станции метро Золотые Ворота. Смотрите, какой здесь еще сквер рядом есть, вот такие старые деревья. Правда, здесь никто ничего не убирает, какая-то свалка мусора, вот этот склон бетонный и сверху там автозаправка. Вот такая здесь панорамка. А я напоминаю о своем инстаграме, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Ребус от Сократа, Ривьера, Монако, казино, яхты, что у них общего? Казино, к сожалению, уже позакрывали, возможно, и было здесь раньше, яхт тоже не замечено. Ну а так, набережная, набережная здесь имеется и метро рядом. В Монако есть метро? Возле метро и не 25-этажка, удивительно, уже этим заинтересовал ЖК. 10 этажей это и так слишком много. Запах от воды есть, летом, думаю, есть. Сейчас точно нету. Не знаю, как летом, я вот прогулялся по набережной, никакого запаха. Бородавочки, як завжды на месте. Да, такое ощущение, что этот дом находится в каком-то субтропическом климате, здесь всем очень жарко, поэтому кондиционеров прям огромное количество на фасаде. Как застройщик комментирует строительство новой очереди на месте зеленой зоны, которая была на изначальном плане ЖК? Ну, я постараюсь спросить об этом в отделе продаж. Что по инфраструктуре, супермаркеты, садики? Магазинов здесь много, коммерческие помещения заняты. Действительно, тут все есть и стоматология, и кафешки, и всякие магазинчики, ну и детский сад прямо в доме. Что касается других детских садов и школ государственных, то тут уже нужно ехать на метро к Осакаркам, Познякам и там искать себе места. ЖК Ривьера строится возле станции метро Славутич, буквально в пару шагах. Также есть здесь остановка автобуса, который идет в сторону вот этого частного сектора. Ну и, как видите, сам комплекс строится тоже посреди частного сектора, прямо впритык к вот этим водоемам. Здесь мы видим пятисекционный первый дом, затем идет второй дом, это третий дом, четвертая секция. Вот здесь будет школа, и это, по-моему, пятый дом. Рядом находится достаточно большой магазин АТБ. Вот здесь уже работающий частный детский садик. Ну и если вас интересуют государственные детские сады и школы, то они находятся уже вот здесь. Рядом с метро Осакарки детский сад, школа, вот здесь есть гимназия Киевская, Русь, еще детский сад и разные гимназии. Также есть частные детские сады и школы в ЖК Славутич и ЖК Заречный через дорогу. Ну и, конечно же, рядом проходит проспект Бажана, Южный мост. Метро также тут приезжает и ныряет под землю. Есть здесь также отделение Укрпочты и автомобильные заправки. И еще, в принципе, в пешей доступности большой супермаркет Новус. Там же находится Макдональдс и еще всякие аптеки, рестораны, новая почта. А здесь, кстати, ЖК Статус Град от этого же застройщика. Не пахнет ли плохо со стороны Бортничей? Сейчас ветер в сторону Бортничей, поэтому ничего не пахнет. Почему так некрасиво выглядит фасад, как промздание или школа какая-то? Изначально на картинках, которые застройщик продавал, все выглядело достаточно симпатично. Террасы всякие там, эксплуатируемая кровля и так далее. Но реальность, конечно, сильно отличается от тех картинок. Игровые автоматы в одном из домов закрыли, а то летом были в коммерческом помещении. Такое себе соседство. Игровых автоматов я не увидел. Наверное, закрыли. Дворик там красивый, сделали с фонтанами. Да, дворик неплохой, но фонтана я как-то не заметил. Видимо, не обратил внимания, он там в воде находится или как. Затышный мисце. Но если вот это называть затышным мисцем, то да. Я побывал в отделе продаж. Мне дали вот такие полиграфические материалы. Достаточно качественные такие журналы. Итак, здесь у нас генплан территории. Это первый дом. Там, кстати, еще до сих пор продаются квартиры. Их продают по 25 тысяч гривен за метр квадратный. Также продаются квартиры во втором доме. Тоже 25 тысяч гривен за метр квадратный. Далее, между вот тем 7-этажным домом и 10-этажным будет строиться школа. Тоже, я так понимаю, частная школа. Но продажи вот в этом пятом доме. Пятый дом. И это, по-моему, третий дом. Там, где бизнес-центр. Вот первая секция – это бизнес-центр. А вторая, третья – это жилые секции. Так вот, продажи в этих секциях начнутся через несколько недель. Здесь стоимость на данный момент 24 500. Сдача в апреле-май 2020. И вот здесь 23 500. Сдача в конце 2020 года. Обещают вот такое благоустройство. Променад здесь, набережная. Ну и вот все в таком духе. В телеграм-канале я могу выложить вот некоторые планировки, потому что тут достаточно много всего. А, и еще доступна рассрочка. Рассрочка до окончания строительства. То есть, в случае с самым последним домом где-то год. И первый взнос 30%, после чего вы выплачиваете оставшиеся метры по текущей цене. То есть, если цена поднимается, а она поднимается ближе к сдаче дома, то оставшиеся метры вы выплачиваете уже по повышенной цене. Соответственно, выгодно рассрочку гасить как можно быстрее. Но рассрочка доступна только на квартиры от однокомнатной и выше. Потому что у них есть еще смартры на 36 метров, и их в рассрочку не продают. Квартиры сдаются без стяжки пола и без штукатурки, если мы говорим о более новых секциях. Высота потолка вместе со стяжкой будет где-то 2,65. А, еще, кстати, вот в этом доме, где бизнес-центр, будет крышная газовая котельня. Что будет отличать данный дом от других, так как там стоят обычные индивидуальные газовые котлы. Территория охраняется, есть камеры всякие и домофоны какие-то умные. Лифты в первом доме поставили Шиндлер, прямо как в бизнес-классе каком-то. Ну, а в новых секциях уже будут попроще, отисы. Дизайн такой и планировался, или рисовали Европу, а сделали Советский Союз. Ну, судя по всему, где-то так и планировалось. Такой себе простой лаконичный дизайн, штукатурка, покраска. Яка там рыбалка, чи буде платный ставочек, зоны відпочинку на березі. Зоны відпочинку вигляді набережною, не знаю, чи зарыблений цей ставочек ріка, але рыбалок я там не побачив. Говорят, скорость стройки у них хорошая, а вот качество не знаю даже. Говорят, возле метро куча бомжей, страшно. Насчет скорости стройки, возможно, это так, потому что сейчас, я говорю, рабочих много, работают, краны шевелятся. А насчет качества тоже сложно сказать. Если вы купили квартиру в этом комплексе, то можете написать об этом в комментариях. Вот такие дела, дорогие друзья. Донес до вас открытую информацию из интернета, погулял вокруг домов, посмотрел на территорию, на ближайшую округу. Так что делайте свои выводы. Если у вас есть с чем дополнить, пишите свои комментарии. Я вам советую еще посмотреть мои обзоры на ЖК Заречный и на ЖК Славутич, так как это самые ближайшие соседи. Можно сравнить и цену, и благоустройство, и все остальное. Надеюсь, это видео вам было интересно. Пишите лайки, ставьте комментарии и также в какие комплексы мне отправиться в следующий раз. Увидимся в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok